Внимание друзья, здравствуйте! Сегодня у нас 27 марта, и сегодня у нас 228 вебинар. Сейчас 4 часа 3-4 минуты по Москве, а вебинар будет через 12 часов, 16 по Москве. Вот, напоминаю, потому что мне не удается все рассказать, не хватает времени и тут и там. Вот, материала много, сейчас кое-какие уточнения мы должны сделать по принципу, что она должна знать своих героев. Итак, мы имеем Брянский институт Лепина, где ученые люди берут черешни. Черешни и персики это самые наши трудновоспроизводимые виды. Вот, берут черешни, калечат их, калечат, калечат. А потом говорят, что если у черешни 5-8 веток, оставляем 3. Бедное дерево, у которого на одном ярусе 8 веток, 5 из них лишних. Это фактически идет уничтожение, а выдается за агротехнику. Вот, на этом фоне выделяются достижения нас, садоводов-любителей. Особенно членам моего кружка. Уже появились понятия железовцы, шаманы, да, такое. Было еще, пытались нам присобачить слово секта. Но секта это что-то религиозное, а у нас одна религия, садоводство. Итак, смотрим сюда. Разъяснение Олега Олеговича. Это надо знать. Вот, смотрите. Вот эту фотографию присылает. Вторую фотографию присылает. Третью присылает. Эту фотографию покажу на вебинаре, прокомментирую. Особенно. Вот эту присылает. А вот нет, вот эта последняя. А почему-то выскакивает другая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Почему вот эта не выскакивает? Жалко так, тогда. Ну-ка, сейчас мы ее все равно найдем. Куда она от нас денется. Наверное, какой-то небольшой сбой имеется. Ничего страшного. Даже то, что вы видели, это поражает. Итак, разъяснение Олега Олеговича. Подчеркиваю, шофера дальнобойщика. Я не рад, что об этом буду говорить. Здравствуйте, Валерий Константинович. Это я скинул фотки. То, что, может, потеряли. Люди посмотрят видео, скажут, что это. Деревья Мезинов свои показывает, а урожая что-то и не видно. Ну, вот, чтобы убедились, что еще и урожай был. Это урожай на третий год. Первое плодоношение на второй год. А это вот фотография урожая, получается, третьего года. В этом году дочке четыре года. И персиком, соответственно, вот этим двум. Бой четыре года. Так, минуточку, пока я остановлюсь и забегу вперед. Вот он мне присылает ролик. Давайте посмотрим, что было годом раньше. И что он пишет. Секрет. Просто посадка в залуженную почву. Еще раз, здрасте, я вам, наверное, не показывал. У меня во дворе растут пять... С косточкой сажал пять персиков. Вот им два года. Высота ребенка у меня катается два метра. Ну, персики, соответственно, метра три. Если она два... Вот им два года. И на одном из них, даже на двух, уже первое плодоношение. Пару штук есть. Мы на втором также пару штук. Ну, так вот выглядит дерево, если к ним не подходить с секретаром. Вот. Не подходить с секретаром. Первая залуженная почва. Не подходить с секретаром. Чем? Вот я всегда поражался... Четыре косточки, все четыре разные. Я всегда поражался. Чем вам, господа ученые, не нравится вот эта форма? Вот растет косточка, растет, никому не мешает. Нет, надо сделать метровый штамп. Надо искалечить этот штамп, надо, чтобы там были сплошные раны. Вот. А потом практически верная смерть. Вот когда-то вот этот барьер бы этот преодолеть, и было бы все нормально. Мне кажется, вот эта вот агротехника дикая, я считаю, в 19 век, который перешел в 21, плавно, эта дикая агротехника, она мешает науке. Это мы, я, Мезинов и прочие, Макаров и так далее, мы все утверждали и будем утверждать все время. Не мешайте дереву расти. Любая рана – это снижение морозостойкости, снижение иммунитета. Вот. Теперь давайте после этого наручительного разговора послушаем еще Мезинова. Да, и по поводу зимостойкости, они у меня растут полностью на открытом ветре, то есть ветер на них дует. Первое плодоношение, которое было, на второй год 32 была температура, ну, соответственно, 32 с ветром. После этого было первое плодоношение. Естественно, я эту косточку посадил, ну, и вот уже вырос, однолетний вот. Теперь сижу, ломаю голову, оставить его в качестве подвоя, этот сеянец, потому что почка пережила, это минус 32 на ветру, дала плод и... не знаю, оставить его как в дальнейшем, как маточное, ну, то есть, скорее всего, я так и сделаю. Потом с него буду брать косточки и использовать как подвой, либо прибить. Но я вот все-таки больше склоняюсь к тому, чтобы оставить его как маточное, все-таки после таких морозов. И растет, и все прекрасно. Так что пару лет, и у меня будет сеянец, который пережил такие морозы. Так, ну, у меня сеянцы пережили и 40 градусов, но эти же, эти же, вот, привитые Хасанские и сеянцевые непривитые Минусинские. Но дело в том, что они, я не хвастаюсь этим, у них главная задача была, вот этих деревьев, которые по 40, или, которые выдержали 40 градусов. Я вам показывал на вебинаре, найду ли я сейчас. Мы можем пока разговор маленько продолжить. Фотографии. Ой, где же я сейчас найду-то? Где же я сейчас найду-то во время подозношения персиков? Во время подозношения персиков. Я сделал фотографию. Нет, не найду. Ладно. Ну, видели. Видели, да, тут 2021 год, 2022 год. Видели плоды. Вот. Видели, что это моё. Знаете, как я всегда подтверждаю, что моё? Вот. И хорошее, и плохое. Вот так вот. Раз. Пожалуйста. Тип элемента. Дата съёмки. Вот, пожалуйста. Второе. Октября. Вот. Вот это учебные фотографии. Их надо каждую прокомментировать. Вот это то, что выдают за болезни, за паршу. На самом деле, всего лишь клюнула птица. И дерево, и это. Потому что клевало. Видите, вон они, следы клевания. Вот. Уж больно хорош этот сорт, который я назвал Голден Железово. И так далее. Так вот. Ладно, уже искать. Я здесь сейчас не найду. Придётся верить мне на слово. Вот, что у меня персики плодоносили после 40 градусов зимы. Ну, пусть всего две ночи были 40 градусов. Ну, и это не покажется малым. Давайте теперь вернёмся там, где были, к Медзинову. И вот я ещё что скажу. Меня удивляет, почему институт с ним не дружит. Ведь это десятки диссертаций. Подчёркиваю, не несколько, а десятки. Почему? Помните, я взял волшебные слова. Косточки. От меня же получены. А они дали совершенно разное. Вот сколько ездили, они всё разные получились. Вот так. Раз. А представляете, над каждой разновидностью можно работать институту. На корме десятки докторов. Я всегда удивлялся этому. Почему у нас десятки, у нас сотни сорта образцов, невиданных, неслыханных. Почему полное, стопроцентное не отрицание, а замалчивание. Вот это вот. Почему? Ведь тут же ничего сложного нет. Единственное, что многим учёным, не всем есть ещё, те, кто умеет, вот, прививать. Но многим ещё придётся тогда учиться прививать. Без прививок дальше двигаться невозможно. Сколько сеянцы не будем скрещивать и якобы продвигать на север, можно, на сотни километров можно. Перестаньте калечить. Это мой совет. Вот. Раз. Значит. Второе. Прививки дадут возможность не на сотни, а на тысячи километров подвинуть на север. Вот это мои пожелания. И, конечно, сотрудничание. Сотрудничание, сотрудничание. Вот это очень-очень должно быть. Вы знаете, что у нас происходит? Смотрите вот сюда. Вот это 2002 год. Вы видите, если, ну, не каждый увидит, особенно на телефоне. Это ещё не самое густое место. Это прямо, это, сотни квадратных метров, и сейчас уже снег сходит, и уже обнажаются участки, на которых можно вот сейчас бери, и собирай, 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 собирай. Вот. Ещё и сейчас, после естественной сертификации, они годны к переносу, скажем, на север. Это манжурские абрикосы, косточки. Вот вам ещё один пример. Я в разное время, как сенсация, в Яндекс и Дзене появились статьи, три статьи. Первая была с это... Вот я забыл, есть несколько областей, там, Оренбургская, там, Челябинская область, допустим, допустим, Курганская область. Вот путаюсь. Значит, учёные такого-то центра научного, как дальше идёт название центра, создали новый сорт сливы. Вот. Ну, посмотрел, действительно, замечательная слива. Ну, если вы побываете у Латинкова в саду, у Железова в саду, ещё в десятках садов наших друзей, увидите, что подобные сорта, такой же крупности, и не хуже, как минимум, уже давно созданы. И дальше это, знаете, как сказать-то, это не прорыв. Потом, значит, точно так же грушу, якобы сладкую вывели, крупную. Второй момент был. И ещё... А, и абрикосы. Абрикосы мне фотографии понравились, действительно. Очень красивые абрикосы. Но они бы тоже вот здесь вот, вот здесь вот, вот в этом месте, они бы просто потерялись бы. Вот здесь вот, в этой фотогалереи, абрикосы, самые выдающиеся абрикосы России, вот здесь. Вот. А середнячок, которого я видел, в качестве отчёта, да, середнячок, вот. Ну, вряд ли стоило всем институтам работать, чтобы получить ещё один из сотни середнячков, скажем так. Вот. И вот я назвал, примерно, со сливой, с абрикосом и с грушей. Вот. Мы давно этот уже, если это считать рубежами, ну, то есть, как бы, наука достигла вот определённого рубежа. Для нас это примерно, ну, как сказать-то, для нас это прошлое, давнешнее, давнешнее прошлое для нас. Вот что это такое. Вот. Поэтому, вот, всё у нас есть, и черешня у нас есть, и перчики есть, и абрикосы у нас есть. Вот. Спросите, чего у нас только нет. И получается, что, я считаю, что теряется год. Просто теряются годы. Вот. Вот всё, то, что сейчас вы увидели, ладно, сейчас, хватит показывать. Ну, а как не показать? Ну, как? Хотите посмотреть ещё на персик, пожалуйста? Вот журналистка угощаю персиком. Видите? Приехала с Красноярска статью сенсационную про меня написать. Вот. Вот возвращаемся к Мезинову. Вот. Если бы кто-то из докторов, профессоров, и прочих кандидатов, доцентов, из член-коров создал бы это, ну, в рамке директора института, завла бы. Вот. Это мировая сенсация была бы. Почему? Потому что у нас Россия, у нас, вот у него с 32, это, ладно, я уверен, что он нисколько не преувеличил, что это после 32 градусов морозов случилось. Так? Вот. Но даже это пока науке недостижимо. 30 градусов для него предел, она его перейти пока не может. Я перешел, дошел до 40, но с сильными повреждениями. Сильными повреждениями. Вот это вот девушка, которую я только сейчас показывал, журналистка. Ау где-то у меня вот этого журналистка. Ой, я ее сейчас второй раз уже не найду. Вот, кстати, вот единственный ученый, человек, это аспирантка, будущий кандидат наук. Вот она. Вот. Для нее это уже нормально. Для нее это уже нормально. Мало того, она принимает участие в создании, не сказать, громовых сортов нельзя, но форм сортообразцов уже можно сказать, что она уже этим занимается. Но это, сейчас еще пару фотографий покажу, Елена Александровна Савинич. Вот. Это дикари. Дикари, которые уже испорчены с помощью телегонии, испорчены соседними деревьями. Заметьте, не потомство, а в прямом смысле. полная перестройка генома. Вот. Вот это настоящая работа. Это настоящая работа. Ну ладно. Посмотрели. Какой вывод мы должны сделать. Итак, самый главный вывод. Медзинов Олег Олег Олегович отчитался. Но самый главный вывод следующий. Мы никогда не нагоним запад. Вот. Мы не используем возможности первое. самих деревьев перекратить калечить почву и деревья продвинемся на север раз. А это большая часть садовой России, подчеркиваю, садовой, дачной России. Вот. Второе. Наука не хочет этим заниматься. Два. А значит, перспектива есть. Вот. Я уже не говорю про яблони, груши, абрикосы, сливы, которые у меня в Сибири и не думают замерзать. Вообще уже слово замерзнуть исчезло из лексикона. Вот. А уже по большей части России. Потому что большей части России теплее, чем у меня. Ну вот. На этих словах будем заканчивать. Так. Сегодня вебинар. Вебинар уже получается через 11 часов. На всякий случай еще раз заходим. Теперь уже ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Сейчас зайдем, зайдем, сейчас зайдем. О, память. Так. Заходим ко мне. Вот сюда. Вот это гостевая книга. Гостевая книга сайта. Как-то в сайт заходить вы уже помните, да? Ну еще раз. Когда стоит набрать сайт садовода Жереза, вот видите, первое вверху. Так. Оказаться на сайте, еще раз, вначале глядите галерею, это только с валидолом. Особенно старшее поколение, которое 20-30 лет выписывало саженцы, покупало саженцы, садило их миллионами и получало, все они оказывались в кострах. Страшная статистика. Вот, особенно им вот это вот надо все только с валидолом. Я не шучу. И, попав, последняя самая справа гостевая книга, вы смотрите вебинар Железова 27-го марта. Он еженедельный. То есть, неделя раньше был вебинар, неделя раньше был вебинар, вот, а здесь как записаться, как зарегистрироваться и, пожалуйста, мы будем подробно разъяснять. Например, чем мне понравилась вот эта фотография, смотрите. Вот, что в ней особенно. А мы об этом поговорим уже на вебинаре. Там раскрываю все эти темы. Ну что, друзья, до свидания. Олег Олегович, спасибо за разъяснение. Очень пригодилось. Очень. Вот. И про минус 32, и про ветра, и про то, что у вас почва где-то там почва 5, 10, 15 сантиметров дальше глина. Но, если можем, захотим. Отношение к глине у меня двойственное. Лучше бы ее не было, особенно в абрикосовых садах. Но, если есть хоть какой-то слой нормальной почвы, пусть небольшой, как у мезиного. Вот. Но глина дальше поступает в переработку корней деревьев, зацепившись за хорошую землю. Помните, я говорил, холмы насыпайте, привозите хорошую землю. На глине с той почвы, не ройте ямы, а на глине с той почвы, сыпьте сверху. А потом, укоренившись в этом холме, саженец начнет расти и перерабатывать глину. И окажется, что глине ничего страшного и не случилось. Вот на этом совете позвольте с вами раскланяться. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok